Всем доброе утро! Светлана где-то вычитала, что надо красный перец с землей перемешать и подсыпать под деревья, чтобы мурашки и кля не заводилась. Сейчас попробую. Я тоже много в интернете читал. И нашатырь тоже подливает. Попробуем с этим красным перцем. Вот тут тоже еще пачка есть. Уже высыплю, не помешает. Все перемешиваем с землей и чуть-чуть под дерево насыпем. Сейчас потеплеет, тут ля будет бросаться, тем в рашки лазят. Доля, не иди, будешь грязной. Вот так сядь. На вот, смотри, так я насыпал. Из землей, да? Ага, вокруг. Вокруг. И сейчас там так сделаю, на всех деревьях. Кого? Так, подожди, подожди, я сейчас высыплю. Есть еще вторая. Сейчас, сейчас посадим. Сейчас. Светлана воду это мочила в салфеточку. Я так не делал, я делал по-другому. Водей проросли уже. Ну да, я сразу в землю. А, уже, да, уже опустила. Вон и росточек. Водей сейчас ветром сейчас дует все. Ну, у нас уже как раствела красивая. Это все пойдет по забору. Классно. Какая красота. Ну, что, досадили рассаду. Посмотрим, что с этого выйдет. Там сверху накроем клеенкой. Сейчас пока так постоит. На вечер накроем клеенкой. Кленочкой такой накроем. Ну, пришла пропажа. Пяти швыбу кушать. То пришел был один день. Два дня не было. Я уже на третий день пришел. Здесь ободранный. Ну-ка, морда, ну покажись. Да, он опять дрался. Посмотрите. Это что, он бьется с котами, что я сделаю. Где ж ты так пропадал? Ты чудо. Она уже нарушается. Да, сильно проголодался. Все-таки погода. Ветер. И непонятно, дождь будет или не будет дождя. Все затер. Погода ужасная. Приехала сегодня моя подружечка, Лерочка. Смениться. И привезла нам, вот смотрите, какие красивые цветочки. Эти цветочки мы обязательно посадим в гарный горшочек. И посадим их на улице. Она говорила, что можно их садить в три месяца. Ну да, мы так и сделаем, чтобы у нас было красиво. Где-то там Андрей посмотрел на пенечек, да, Андрюш? Ну, у нас же есть пенечек, я посажу. Выберу такой вазонок и посажу туда в пенечке, я не буду расти. Будет красота. Сегодня очень холодно у нас. Я не рискнула их сегодня пересаживать. Я оставила их сегодня на вечер дома. А завтра Андрюша посадит. А еще что, смотри, какая красота. До сих пор мои орхидейки растут, растут, цветут и радуют. И не хотят. И не хотят, как говорится, скидать свет. И здесь, а посмотрите, какая красота, да? До сих пор. Дальше вот-вот-вот. А еще у нас появился новый житель. Это жуч, жучок майский. Он замерз на улице. И я смотрю, у нас дома залетел. Я говорю, Андрей, на улице холодно. Ему будет дуже холодно, если мы его сейчас отправим на двор. Ну, он, короче, сегодня решил у нас переночевать дома. А завтра мы его выпустим. Да, пускай дома будет. Дома тепло, да пускай дома будет. Да, Андрей, а зачем мы его будем выносить на улицу? Да, знаешь, мне их так жалко. Вот не раз, когда свет включается, а потом я утром выхожу. Боже, их вокруг дома сколько валяются, уже мертвы. Я не знаю, они так переворачиваются, и потом не могут повернуться назад. Их сильно много мертвых. Жалко, пускай будет. Да, и Андрей берет. Завтра будет тепло, я его выпущу. А не будет тепло, то пускай нас живет. Мне что жалко. У нас появился новый хозяин дома. Жучок майский. Леночка сегодня принесла мне сирени. Смотрите, сколько сирени мне, Леночка, принесла. Вот и вон какой букетик. Кстати, хочешь посмотреть, кто у нас еще живет, Катя? Светлячок. Светлячок в сирене. Да, пускай будет. Боже, у нас одни жуки дома живут. Офигеть, точно. Я еще не видела, что у нас светлячок. Лена, ты себе представить не можешь, что ты мне принесла в дом свертишь сверчка. Светлячка. А это разве светлячок? Да. Да, смотри, у нас светлячок. А он спит. А он спит, да. Так пускай. Я уже давно их не видела. Чудеса, честное слово. Да, я давно не видела их. Виля, ты представить не можешь, какой у нас жучок появился. Вильчик хочет на кресло, а он же, бедолага, ему трудно подниматься. И то он уснул, представь себе в сирене. А тут еще тепло, и он все охеренит. Да, пускай. Зелененький. Там майский жук. А я думаю, что за сирень такая зеленая. Светлячок. Вильчик, пахнет сирень. Виля, ты представь себя. У нас два новых жителя. Да. Один майский жучок, а другой светлячок. Скажи, другом нам и везде греет. Ну, еще такого не было у нас. Так, еще. А это мама, че наши? Это наши. А еще Лена мне сегодня привезла, и разговаривали, когда в ТикТоке сегодня. Все говорили за винницкий пряник. Вот, смотрите, какой он классный. Она, кстати, сегодня привезла мы. Вот. О! Вот, кому интересно, называется вот. Пряничек. Винница. Медовый. Медовый. Вот так. Я бы не знала, если бы Лена только уехала в Винницу. Она нам привозила много раз уже. И вот этот раз тоже привезла. Но мне понравились, они хорошие. Очень вкусные. Надо звонить, обязательно сказать Лене. Она говорит, что тоже надо будет, типа, попадать, чтобы они свежие были. Надо сказать, Лена, угадай, кого ты к нам в хату принесла, да? Сейчас отправим Лену видео и покажем красивого светлячка, Вик. Надеюсь, он не полетит у нас, чтобы... А, пускай летает. Ну а что, по хате пускай летает тебе что? Обалдеть. Сладости у нас сколько? Доля, ты чула, Доля? У нас два жука появилось, Катя. Смотри, не пугайся ночью. Доля такая, что нас ловит. А дама, реклама такая, что словит сразу. Не, ну да, представь себе, это же надо так уснуть в белое сирене. А я думаю, что за такое зеленое сверкает. А то светлячок спит, блин. И спит сегодня. А может, он уже мертв? Да, да и мертв, он спит. Да? Да, да. Он спит. Ну да, пускай спит. А мне кажется, что он уже мертв. Да, как он может мертв, если Лена нанесла, махала вовсю букетом и мне этот букет дала. Он бы уже упал бы, если бы он был бы мертв. Ну пускай, завтра посмотрим. Но этот кто ползает, видно. Там он тоже этот майский жук не ползает, смотри. Но этот спит, ему тут тепло, этому тепло классно. Да, пускай. Надо обязательно пойти взять телефон и сфотографировать. И отправить Лене. Ты хочешь Лене отправить? Да, и пожелай спокойной ночи. На эти цветочки точно надо будет посадить. Еще такие цвета прикольные, разные, посмотри. Желтые. Они, кстати, когда разрастаются большим кустиком, их так много. Они такие прикольные. Они будут кустом расти? Да, они как петуньи, как петуньи, да. Год и все, да. Да, помнишь, мы к тобой смотрели в тиктоке, еще ты говорил, боже, такая красота висит наподобие петуньи. Вот эти цветы, я не помню, как они называются. Но они очень, они даже похожи по петуньи. Петуньи крупные, они, смотри, какие мелкие. Ну, посмотрим, как они разрастутся. Ну, посадим, разведем. Может, что-то у нас будет. Осталось только пару этих непосаженных. Кстати, а ты где нашли наше рассаду? Не, рассаду я уже занес на террасу. А я там не холодно, может, я накрыть пленкой? Давай, может, накроем пленкой. Ты покажи свой огурец, первый вы забыли. А, точно, огурчик, да. Да, мам. Зашли на террасу, банка разговаривает. Как раз позвонила подружка к банке. Накроем их нашу рассаду. Опа, опа, сипана. Надо новую. Не удержаю. Два я буду держать. Ну, сама все, все должно, наверное, сама своим чередом как-то пройти. По-другому никак, на самом деле. Ну, вот так под пленкой они будут у нас.